это пульс дня по скрипту мы возвращаемся в студию продолжаем на связи со мной политолог издатель основатель издательства liberty илья левков как обычно по средам мы решили что будем рассказывать о книгах если вы любитель книг то это программа для вас илья передаю вам слово пожалуйста какая о какой книге сегодня пойдет речь пойдет я пойдет книги операция уран уникальная книга почему потому что она была написана тремя израильтянами издана в израиле на английском языке но запрещена военной цензурой из издания этой книги на друг на иврите и на других языках израиля это происходило более двадцати пяти лет подобного никогда не было но хорошо я хотел вам бросить кусочек из прошлой нашей части а просто я поставлю а почему вы думаете евросоюз так разволновался что была беседа между двумя мужиками так сказать элон маски дональд трамп почему а что разволновался я не видел волнений протеста евросоюза извините как это так вы позволяете вы нарушаете этику демократии как это так и где здесь какая этика была нарушена я вам скажу одно две вещи их напугало что это разговор это не был интервью это был разговор был принят у каждого подписчика там 190 и 100 у трампа с чем-то 300 миллионов людей раз вторая точка окончательная вот это письмо которое было направлено из евросоюза и главным образом британцами невероятные потому что это своего рода леска которая была заброшена туда в европу госдепом чтобы потом поднялся шум и гам здесь опять поднялись бы все на ноги что же происходит с нашей демократией не объясняя что здесь было антидемократического а насчет демократии еще одно предложение и кончил клянусь рука на сердце а байден получил 14 миллионов голосов его от столкнулись доски камала ни единого голоса осталось ее назначенный преемник не получил только должен получить на конвенции в этой неделе одобрение всех этих и вопрос который касается именно вот демократии особенный что запретили сняли вчера запретили роберт фиджеральд кеннеди джуниор вы знаете он это сын роберта кеннеди который был убит а регистрацию в штате нью-йорке он живет в штате нью-йорке у него телефон в нью-йорке у него офис нью-йорке у него водительские права в нью-йорке у него квартира в нью-йорке ему запретили демократическая партия партия демократов запретила этому ведущему исторической личности регистрировать чтобы люди которые думают что у него есть что сказать и предложить могли бы голосовать за него они отняли это право и они стараются это делать во многих штатах и как можно больше то извините кто здесь давит сапогом на горло демократии точка я возвращаюсь к книгам сейчас книга это а была как я вам сказал допрещена допрещена израильской цезуры и книга это она описывает детально как израилю удалось похитить судно в средиземном море и как-то перенаправить его переминовать перекрасить что они только не делали различные перевести эти 200 тонн урана в израиль это было год после шестидеврной войны а именно шестьдесят восьмом году дайте я вам прочту немножко что здесь написали в прессе но это было вот я вам скажу все-таки этот клубок как-то развился в семьдесят седьмом году мне кажется израильский агент сознался норвежской полиции что он помогал в операции в операции похищения и доставки в израиль 200 тонн урана около ну девяти лет это было раньше и сейчас опять меня выскочило извините я читаю с монитора чтобы увеличить в общем сирена молчала все начали каждый слышалось только тонкое накопление вращающих антенн радаров и т.п. и т.п. в центре управления действия даниэль гордон также это было общее что писала пресса об этой об этой все вещи это была строго запретная операция для всех самолетов как гражданских и военных чтобы они могли понять о и здесь интересное происходит наши дни как раз что это было как видно судно предлежало государству марокко марокко они были всегда друзья с израильными когда-то израильская разведка спасла короля потому что они узнали что некие самолеты будут а пикировать и планирует сбить самолет в котором летел король король марокко и вот с тех пор у израиля с марокко которая отделенная там две с половиной тысячи километров почему бы нет у них хорошие отношения я стараюсь здесь прочитать вам здесь во всяком случае я вам устно расскажу настоящий невероятный детектив и что интересно он посвящен храбрым мужчинам и женщинам израиля и вот когда мы сегодня смотрим что 24 часа израиль взял свои руки и послал лучший мир двух генералов и главно политического главы хамаса лучший мир это показывает это практически сегодняшние специи которые это делают они а дети а может быть и внуки тех героев которые произвели невероятную невероятную операцию благодаря которой вот израиль держит этот ядерный свой запас но израиль поклялся он не будет первым который будет им пользоваться а только для самой крайней защиты это конечно хорошо но это также плохо это давным давно сказал вы не поверите кто мао цедун сказал недостаточно иметь ядерное оружие надо иметь каузу белли а именно чтобы был настоящий предлог а единственный настоящий предлог это когда государство израиль будет стоять на грани тему на эту подняла гольда мэйр семьдесят третьем году во время во время а войны судного дня и она была отклонена потому что как и доказалось наяву израиль после десяти дней встряхнулся и вошел в атаку и они дошли каких-то пятьдесят сорок километров от дамаска и сто километров от каира пересеке пересекли суэцкий канал там поэтому это оружие устрашение но она устрашение против намного проще если это против противника который тоже имеет ядерное оружие а здесь что против хамаса идти с ядерным оружием конечно невозможно раз хотя есть такие портативные бомбы которые прямо в рюкзаке можно довести на любой стадион и взорвать это там кроме того у израиля проблема с этой там но в этом случае здесь идет вопрос о государстве вот хотя бы государство которое на грани получить развить свою ядерную мощь вот здесь и вопрос как вы знаете а израиль разбомбил уже два с половиной а атомных реакторов то у них есть опыт на эту тему и можно было и можно даже есть еще шаги другие которые наяву 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 а именно ну ах индустрия нефти ирана ее можно очень очень просто положить спичку я говорю конечно простым языком упрощенным языком но можно кто-то забыл окурок и бросил но это больше надо конечно мощью военной и тогда у ирана есть другая головная больше чем защищать своих так сказать союзников хизбалабы хамас в войне против израиля поэтому я думаю что впервые впервые та страна которая подняла меч мне кажется вернула его опять в ножны чтобы не потому что она сказала это слишком дорого и опасно для нас но они наяву вот вчера они бросили 40 ракет значит израиль подождет раз второй раз понимаете но невозможно невозможно все время говорить вы пересеките эту красную линию тогда мы видите израиль ситуации где ему практически все войны были навязаны если не и начаты провоцированы и начаты как может быть шестидневная война был еще один день два и они бы начали бомбежку судный день дали знали знали 12-15 часов но не рассказали не хотели мешать евреям быть значит проводить судный день а вот вчера когда был тоже своего рода судный день а именно когда в этот день были сожжены аж два аж два еврейских храма 1 2 и вот все думали вот ну они как видно идут по линии испортить израильтянам их религиозные про исторические праздники и тоже не было практически ничего а какой-то маленький пшик и вот интересно может быть может быть а надо укротить я давно говорил что практически в этом треугольнике соединенные штаты на сегодняшний день ничего существенного не могут делать против россии или против китая а вот против их союзников ирана могут делать очень и много и почему-то они шлют главного главного дипломата на в эти минуты в израиль понимаете пускай он идет в эти туннели понимаете и кого разговаривает с хамасниками там но он не блин ты никогда подобного не делается он носит слишком красивые костюмы чтобы спускаться в туннели газ и я спасибо большое за то что нашли время присоединились к нам сегодня это был политолог издатель основатель издательства liberty илья левков большое спасибо вам и надеюсь это понравилось нашим зрителям на этом все увидимся с вами завтра в программе пульс дня на rtn всем вечера как обычно хорошего вам вечера и до свидания